В канун Дня работников образования в Украинской гимназии прошел день ученического самоуправления. Нелегкие обязанности педагогов взяли на себя старшеклассники, которые постарались провести уроки на высоком уровне, чтобы не подвести учителей, чьими дублерами стали. В пятницу уже при входе в гимназию стало ясно, сегодня особенный день. Учителей не видно, только их изображение в необычных нарядах. А в классах старшеклассники, дублеры педагогов. С дисциплиной все нормально, ученики внимательно слушают и даже хорошо отвечают на вопросы. Темы уроков учителя-дублера готовили заранее, с помощью старших коллег, но все равно волнуются. Одно дело научиться самому, и совсем другое – вызвать интерес к теме урока у двух десятков непосед. Хотелось, чтобы все было на 12 баллов, но день дался непросто, признается серьезный и ответственный Александр Дротц, побывавший в этот день заучим. Я был заместителем директора по учебной работе, а также замещал учителя физики. Ну, если честно, это было достаточно сложно, так сказать, провести хороший урок, обучить учащихся новой физической теме по физике. И к тому же выполнять роль директора по воспитательной работе, так как надо было усидеть за всеми, за каждым, чтобы не было никаких проблем, чтобы все прошло хорошо. Я еще больше начал оценить труд учителей, воспитателей, так как это очень тяжелая профессия, я считаю, и так же это большая ответственность. А педагоги хоть и тоже волнуются, но слегка. Их ученики справятся, а для кого-то, возможно, день станет и определяющим в выборе профессии. С нами они делятся своими впечатлениями, как им было або тяжело, або интересно, або понравилось, а не понравилось. Деякие дети наши, когда закончат нашу гимназию, то есть наши самоклассники, они, деякие, стоят и учителями, то есть они идут учиться в педагогические вузы. И это нам очень приятно, что этот день у нас такой, ну, так бы говорить, как профориентационный наведет. Подводя итоги дня ученического самоуправления, директор отмечает, что, как обычно, ученики успешно выполнили сложную задачу и приобрели новый опыт. Мне очень приятно почувствовать, что они разделяют с нами этот непростой труд наш. Один очень сказал, вы знаете, я больше никогда не погодюсь быть учительом, это так тяжело, их так тяжело объединять. И, конечно, самые теплые слова для коллег-педагогов. Я, користуючись випадком, хочу привітати всіх коллег з наступающим святом посвятян. Хочу побажати всім наснаги творчі, великого здоровья, впевненості у завтрашньому дні и быть выданным этой справе, за которую вы не взялись. И я, знову ж таки, впевнена в тому, що наші учні дехто виберуть цю нелегку професію учителя і продовжують нашу справу, тому що учительська справа – це не віка. Учительниця часто становиться для ребенка второй мамой. Но не только учителя в школі ежедневно помогають детям успешно прожить день. Очень важна і приветливе відношення техніческих работників і вкусна еда, приготовленная добрыми руками. Для всього коллектива взрослых, которые помогають їм расти, гимназисты приготовили к празднику прекрасну творческую программу, соединив приятное с полезным. Целый курс истории в ярких образах. Тут были и веселое племя древних охотников, и египетская царица со жрецами и слугами, и гречанки, стремящиеся к просвещению, а пока совершенствующиеся в танце. Средневековая мракобесия, ведущая на костер подозреваемого в колдовстве, оттенилась живістью в атаке цыганок, а современные танцы дали возможность почувствовать, как изменилось время. Разнообразную вокальну программу представили творческие коллективы гимназии. Вперед к новым знаниям, к новым творческим успехам. Дети пойдут уже с начала новой учебной недели, а поведут их любимые и уважаемые учителя.